Ну, исходя из того, что я усматриваю, развиваться будет все очень просто. Есть деньги на цифровизацию, цифровизация будет. Нет денег, но цифровизация останется на том уровне, который есть. Насколько нужно закрывать информацию, но здесь необходимо тоже посмотреть, что мы преследуем. Если это акт на действие недружественных стран, то он должен иметь определенные временные параметры. Когда-то все закончится, когда-то они повернутся к нам лицом и скажут, что мы не правы. Может быть, и не скажут, что не правы, но они все равно повернутся. У них некуда деваться, мы сильнее. А тогда нужно это будет все открывать. И что я хотел сказать? Нужно понимать, что конкретно и какую информацию закрывать. Ведь у нас всегда были и остаются закрытые контуры. Тот же самый бюджет. У нас есть открытый бюджет, а есть закрытые статьи, которые вы никогда в жизни не посмотрите. Их никогда не откроют. Но это не говорит о том, что их нет. Они есть и органы контроля к ним имеют доступ. Та же самая ситуация и в закупках. Да, есть закрытый контур. Но, простите, у нас есть разные виды контролеров, которые осуществляют контроль и которые имеют доступ к этому. И все, что закрыто, оно все равно контролируется. Вопрос, что мы хотим добиться. Меня как-то спросили по поводу, как можно посмотреть на открытость цифровизации. Я говорю, ребят, откройте просто план график закупок. Вы понимаете, пусть он открытый. Если есть какие-то враги, пусть они просто туда зайдут и они сами запутаются. Я вам приведу пример. Почему? Потому что я исследовал планы графики и подводил итоги 30 марта 2023 года. Мне было интересно, как многие заказчики вносят изменения. У нас есть порядка шести оснований, чтобы внести изменения. Сейчас, кстати, очень, скажем так, такая мягкая норма, которая говорит о том, что внес изменения. И не надо ждать 10 дней, ты можешь на следующий день, в принципе, все это разместить и так далее после изменения. И вы не поверите. Есть заказчик, который на момент 30 марта внес 132 изменения в план график закупок. Ну, фактически, это вот больше, наверное, одного изменения в день. Где-то там с понедельника по пятницу по одно, а в субботу он сразу пять изменений внес. И возникает вопрос. Это все нарастающим этапом. И вот информации очень много. И понять, что хочет и где, ну, достаточно сложно. К тому, что, с одной стороны, заказчик пользуется вот этой уловкой, он прячет множество. Вы понимаете, что такое план график закупок? Это месседж, когда заказчик говорит, я хочу купить вот это, вот это. А хозяйствующий субъект должен спрогнозировать свою финансово-хозяйственную деятельность, взять кредиты, там, и закупить оборудование, спрогнозировать отпуска и прочие-прочие моменты. Вот для этого нужна эта информация. Участник закупки сейчас не может этого сделать. Почему? Потому что заказчик ежедневно меняет план график. Там не уследишь за ним. Нужен специально обученный человек, который будет следить вот только за планным графиком и за его изменением. Поэтому вот в данном случае я считаю, что информацию закрывать не надо. Пусть все враги в плане графики закупок у нас стабильно запутаются.